Платформа для славы Божьей У нас есть то, что мы можем использовать или задействовать для славы Божьей и для имени Иисуса Христа У нас есть ресурсы У любого человека есть ресурсы Я вам приведу простой пример Человек, в котором жил легион демонов, бесов Легион это примерно 6 тысяч Это название римское Это означает 6 тысяч солдат Вооруженных, профессиональных И когда в этом человеке жил легион демонов То никто не мог освободить этого человека Потому что демоны были очень сильные И они никому не подчинялись Его пытались связывать цепями Но он рвал эти цепи Он написано жил в гробах и бился о камни И ради него пришел Иисус Ради него пришел Иисус В его жизнь И бесы стали говорить через этого человека Что ты пришел мучить нас прежде времени Они знают, что они будут мучиться Но еще не сейчас Сейчас они еще мучают Но придет время, когда они будут мучиться Сами И тогда Иисус спросил Как имя твое? Он говорит Легион Нас много Он говорит Пошел вон легион отсюда И они говорят Господи Не выгоняй просто так нас на улицу Дай нам другое место жительства Он говорит Ну ладно Идите вот туда И они вошли в свиней Почему-то выбрали свиней Свинья никогда не ассоциируется С чем-то хорошим в Библии Всегда ассоциируется с чем-то плохим Когда блудный сын написано Все промотал наследство Прогрешил С блудницами Почему он и назван блудным сыном Что он с блудницами жил Грешил Вот И остался бомжом одиноким Никому не нужным Ни блудницам не нужным Никому И голод еще настал в этой стране И знаете что? Написано, что он оказался рядом со свиньями Ты просыпаешься утром У тебя некрасивая блудница лежит А страшная свинья И ты думаешь Боже Ведь я же начинал по-другому Чего ты смотришь на меня? Мохнатый пятак Почему ты такая грязная? А свинья ему Так мы же с тобой здесь вместе лежим Написано, что он со свиньями оказался Свинья это что-то нехорошее Кстати, это ждет всех, кто грешит Свиньи ждут вас Поверьте И люди очень легко превращаются в свиньи Знаете, есть такой маскарад Стоит человеку напиться И он свиньей становится Орет, блюет И так далее Итак Почему я говорил об этом одержимом человеке? Не спроста Смотрите Когда Иисус изгнал из него бесов Он стал абсолютно нормальным человеком адекватным Абсолютно трезвым человеком Больше демоны не говорили ни через него Они не могли войти туда За него заступился Иисус Все, решено И смотрите, какая реакция этого человека Он говорит Господи, позволь мне быть с тобой Идти за тобою Позволь мне идти за тобою Мне некуда У меня нету жилья У меня нету дома Ты мою жизнь спас Ты все для меня Что мне делать? Куда мне идти? Я не знаю А Иисус говорит Нет Иди и проповедуй Евангелие Иди и расскажи Что сотворил с тобой Господь И представляете Он не учился в библейской школе Он не читал Нового Завета сто процентов Потому что его не было во времена Иисуса Нового Завета не было То, что мы читаем сегодня Четыре Евангелия и книги там Знаете, послания Не было Было только Тора Только это самое Старый Завет И он, думаете, читал его? Он его тоже не читал Все, что он имел В своей жизни Все, что он имел Он даже одежду не имел Он был голый Понимаете, его одели Все, что теперь он имеет Это имеет прикосновение Иисуса Это свободу, которую он получил от Иисуса Больше он ничего не имеет Ничего Ни денег Ни часов Ни телефона Ни паспорта Ничего Он одержимый человек Его боялись Все обходили И несмотря на это Он пошел В десять городов И проповедовал им Аб Иисусе Что сотворил с ним Иисус Аллилуйя О чем это говорит? Платформа для славы Божьей В его жизни Он использовал тот ресурс Который он имел Он использовал для того Чтобы Бог был прославлен Нам даны ресурсы И свобода Использовать их Как захотим Нам дана полная свобода Использовать те ресурсы Наше здоровье Наше время Все Все имущество Использовать как мы захотим Бог хочет посмотреть Дав свободу выбору Что человек сделает Со временем Которое ему дано С деньгами Которое ему дано С властью Которая ему дана Что он с этим сделает? То, что у нас есть То, чем мы имеем Владеем Это и есть платформа На которой мы можем Прославить Бога И сделать его имя Известным Люди могут узнать Это спасительное имя И они могут получить спасение В принципе, они Должны получить спасение Никто не должен быть забыт Никто не должен быть потерян Никто! И сейчас Послушайте Внимательно Братья и сестры Люди, которые смотрят Послушайте Не думайте Что это слово К соседу Это слово Лично К тебе У многих Есть социальные сети Фейсбук Контакт Инстаграм Шмантаграм Котов Даже пентаграм Может быть Есть Но они молчат о Христе Молчат Если лайкают Никогда не проповедь Ерунду лайкают Понимаете? Котика, собачку Бутерброд Закат какой-нибудь У многих есть деньги Но они не тратят их на Бога На Божье дело Не тратят У многих есть время 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 Но они Его используют На что угодно Только не на Бога И не на служение Богу У многих есть здоровье Братья и сестры Но они живут Для себя У многих есть Красивая внешность Но она прославляет Только их самих Почему? Большой такой вопрос Иногда мы говорим Церковь не растет Такая маленькая Что ты сделал Для роста церкви? Ты у себя в Фейсбуке Поставил трансляцию Вот хотя бы этой проповеди? Нет Почему ты не поставил? Ты хочешь Чтобы церковь была большая Чтобы люди приходили Кто знает об этом? Почему ты не можешь Сказать? Почему ты стесняешься? Почему ты стесняешься Говорить об Иисусе? Братья и сестры Такой вот большой вопрос С жирной точкой Почему? Потому что проблема В первой заповеди Проблема в первой заповеди Матфея 22,37 Иисус сказал ему Возлюби Господа Бога твоего Всем сердцем твоим И всею душою твоею И всем разумением твоим Итак, те ресурсы Которые у меня есть Почему? Они не использованы На Бога Только на меня Потому что я не люблю Бога Ответ очень прост Я не люблю Бога Я верю в Бога Но я его не люблю Когда любишь Бога Тогда хочешь что-то сделать для Него Тогда ты, во-первых, перестаешь стесняться Его Это многим верующим Надо услышать Нам нужно перестать стесняться Иисуса И того, что вы верующий Потому что это должно стать рекламой Современное слово Рекламой Понимаете? Как об Иисусе узнавали люди И как за ним ходили толпы Откуда? Они вообще не знали, что есть Иисус Они вообще ничего не знали Потому что работало сарафанное радио Всем знакомо, что такое сарафанное радио? Это когда человек рассказывает человеку Женщина говорит соседке Соседка дальше И тому подобное И вот так друг другу рассказывают Что есть Иисус Который реально помогает А сколько стоит? Ничего не стоит И люди бегут туда Бегут, бросают Бегут, потому что у них проблемы Надо избавляться от проблем И люди получают свободу В каждой из трех сфер Дух, душа и тело Должна проявляться любовь Нам дано тело Для чего? Чтобы просто впихивать туда Еду, кофе Вкуснятину всякую Деликатесы Чтобы его потом греть на солнышке Тебе тело дано Во-первых Чтобы ты пришел В полноту В меру Полноты Повзрослеть Что тело тебе дано Для того, чтобы прославить Бога А душа мне дано Для чего? Прославить Бога Возлюбить Его А для чего мне дух дан? Сердце Чтобы любить Бога Чтобы прославить Бога Послушайте, я понимаю Что мы все на разных уровнях Но Я не понимаю одного Когда верующие По 20-30 лет Или по несколько лет В Боге И они Не понимают этого Не меняются в этом Они верят Они ждут Они думают Что они хорошие христиане Но Все, что у них есть Оно не задействовано для Бога Им жалко деньги Им жалко время потратить Понимаете? Почему многие люди дома сидят? Им жалко прийти Это столько время надо будет потратить Мотивом Каждого Верующего Это должна стать Любовь Бога Любовь Бога Если верующий Не знает Бога Он никогда Его не будет любить Он его будет бояться Он будет надеяться Что Бог хороший Поможет ему Что Боженька спасет его Потом, когда он умрет Но послушай Как ты живешь на земле? Конечно, Бог всех любит Он любит жадных Он любит скупых Он любит гордецов То есть, он гордость ненавидит Но таких Но людей он всех любит Понимаете? Но он нам дал жизнь Чтобы мы исправились Послушайте Мы в жизни Совершили И совершаем ошибки Мы их совершаем Но нам дан Дух Святой Как вот эта сигнализация внутри Понимаете? Страх Божий Что ты что-то делаешь неправильно Либо ты что-то не делаешь вообще То, что бы должен делать Вы знаете, что дети Претендуют на время родителей На деньги родителей На ласку родителей На все, что есть у родителей Дети претендуют Это естественно А вы знаете, что отцы Тоже претендуют на своих людей Детей Что те будут тоже их любить Тоже будут уделять время Мы претендуем и говорим Бог, слово твое говорит Что ты мне должен То, и то, и третье Кто-то начинает Выкручивать Богу руки Местописаниями Он выделил все местописания Где Бог обещал что-то Приходит И стоит в проломе Бог, ты обещал Бог, ты обещал А Бог тебе говорит А ты ничего не обещал мне Ты ничего не обещал Ты посмотри, что ты должен Тоже что-то делать Для Бога Время твое У тебя телефон из рук не выходит У тебя, когда есть свободная минута Ты берешь в руки телефон А Бог там есть В этом телефоне И я думаю, что вы, наверное Библию там читаете Каждую минуту вы залазите И читаете Библию Или как? Или ерунду смотрите Вы проводите праздно свою жизнь Вы проводите праздно свое время Вы тратите ее Вопрос теперь На какое пробуждение вы рассчитываете? На какое восхищение вы рассчитываете? Что мешает человеку использовать Свою платформу? Послушай, твой голос Это платформа Где Бог может быть прославлен Твоя работа Где ты работаешь Это платформа Где они все могут узнать о Христе Твоя школа Твои друзья Твои подруги Я говорил уже Соцсети Пожалуйста Кого ты не видишь? Кто за границей? Но ты можешь всем сообщить Радостную весть об Иисусе Послушай, ты можешь это сделать? Ты можешь теперь покаяться? И тебе надо покаяться? Поверь Поверь, ты стесняешься Ты стесняешься своей церкви Ты стесняешься даже вот этих проповедей Которые здесь звучат Вот сейчас идет трансляция на телефон То есть мы задействуем то, что у нас есть Мы не ждем, что кто-то нам что-то принесет Мы используем свои деньги Свои деньги мы используем Вкладываем в служение Мы оплачиваем телевидение на свои деньги Чтобы люди смотрели И мы не просим деньги у людей Мы просто рассчитываем, что у людей есть совесть Они будут приносить десятины и приношения Но послушайте, у всех Знаете, я увидел, что есть разная совесть у христиан Есть люди с совестью Нового Завета И люди с совестью Старого Завета Как бы они себя так поделили И они говорят, Новый Завет освобождает меня от десятины В Новом Завете мне не надо платить десятину В Новом Завете я вообще ничего не должен Богу Бог для меня все сделал Я просто должен жить Не заблудился ли ты вдруг? Куда ты уйдешь такими своими мыслями? Не дьявол ли тебе их нашептал? Твоя платформа Послушай, Бог-то тебе ее дал Но что ты с ней сделал? Бог дал тебе молодость Что ты с ней сделал? Просто просидел в телефоне Посмотрел, как другие где-то что-то делают Ты провел свою молодость Послушай, ты потом придешь в средние лета Я говорю, что будет вспомнить о твоей молодости? Где ты был? Что ты делал? Кому ты помог? Кто-то вспоминает и даже не хочет вспоминать свою молодость Потому что он так страшно грешил Он так страшно загубил жизни Многим людям Послушайте, нам даны ресурсы Нам даны они Если вот этому одержимому Даны были ресурсы Иисус ему говорит, нет, не надо со мной идти От тебя будет больше пользы Если ты пойдешь и просто расскажешь И он сразу пошел Послушно Использовал платформу Которую он имел А что он имел? Он одежды даже не имел У него репутации не было Это был одержимый человек Извините, кто хочет слышать одержимого? Его если там увидели Все убегали сразу И несмотря на это Он пошел и в десятиграде проповедовал Тысячам, тысячам людей Он рассказывал Какая доброта у Бога И одержимые Знаете, люди Которые с грехами У них появлялась надежда И он был основной рекламой для Иисуса Написано в других потом местах Что в Иисуса кидались лунатики Дотронуться хотели Одержимые люди кидались С болезнями Потому что слышали Что от него исходит сила Ему повинуются невидимые силы Которые контролируют Никто ими не может никак контролировать Они невидимые Но когда приходит Иисус Они повинуются Ему И народ бежал Понимаете? Мы должны стать рекламой для Иисуса Мы Иоанн Креститель Родился в старости у своих родителей Они не могли рождать Елизавета и Захария И ангел пришел И сказал Ты родишь И назовешь Его имя будет Иоанн И так далее Это было пророчество Его цель Целью служения Иоанна Было приготовить Путь Иисусу Христу Господу Приготовить Сделать платформу И он это сделал качественно Качественно Он приготовил Иисусу И позволил Знаете Служить Ему А сам ушел Сам ушел В сторону Чтобы прожектор Пал только на Иисуса Христа На нашего Спасителя На нашего Бога Ты говоришь Ты веришь в Бога Может быть твоя вера Она эквивалентна Бесовской вере Потому что Яков пишет Бесы веруют и трепещут Что вера твоя сегодня может Ты стесняешься своей веры Мусульмане не стесняются Христиане многие стесняются Братья и сестры Пора нам встретиться С реальностью Нам пора Пришло время Встретиться с истиной Истина Нам не нравится Но нам ее нужно услышать Потому что Познавши истину Мы становимся свободными Никогда нам делают комплименты О, какой ты хороший О, как ты хорошо выглядишь О, а когда истина тебе говорит Что ты живешь По милости Божьей Но ничего от Богу не идет Ничего от Богу От тебя не идет Что мешает Человеку использовать Платформу Для прославления Бога Что мешает Это главный вопрос Эгоцентризм Что помешало Адаму Покаяться В том, что он ел запретный плод Что помешало ему Ведь это же просто сказать Нужно осознать Это физически даже Ничего делать не надо Надо просто осознать И сказать Бог, я не прав Я согрешил Я нарушил Я повел себя гордо Я подумал Что я могу жить без тебя Принимать решения Без тебя И умнее Я посчитал себя умнее Тебя Знаешь, когда тебе говорят Не делай это Потому что это плохо И у тебя могут быть проблемы А ты берешь и делаешь Бас, проблемы Но ты понимаешь И ты не хочешь осознавать Что ты сглупил Ты просто не послушался Совета Но послушайте Адам даже в этой экстренной ситуации Когда уже Бог пришел И Бог не пришел разбираться Бог пришел встречаться Но Адама там не оказалось Потому что эгоцентризм Он всегда прячется Он не хочет света Он не хочет к Богу Он не хочет Вот почему апостол Павел говорит И уже не я живу Но живет во мне Христос Потому что Если мы будем продолжать жить Мы будем обижаться Потому что с нами не поздоровались Нам не позвонили Нас не почтили Нас не превознесли Нас не поблагодарили Нас не заметили И люди будут обижаться Когда ты умер для себя Тебе уже это не важно Что с тобой кто-то не поздоровался Ты подойди и поздоровайся Тебе важно совсем другие вещи Они просто для тебя отпадают И ты начинаешь ценить Для тебя приоритеты Совсем другие Для тебя приоритет А что как Господь смотрит на меня А что он сейчас думает А что бы в моей ситуации Сделал бы Иисус Он бы прославил Отца Посмотрите, кем был Иисус У него ни кола, ни двора Он все раздавал Все раздавал, пока был на земле Вот не так, что он жил В пятиэтажном доме То есть в трехэтажном доме У него там свой бассейн Он выходил Отпроповедовал им на пляже Знаете, он же на берегу проповедовал А потом такой Так, у меня обеденный перерыв Я должен поесть, поспать Мне там массаж должны сделать Вот Я должен восстановиться И вы пока там займитесь делами Нет, он всего себя отдал Почему? Почему? Потому что любил Бога Вот почему Вот почему ты сегодня молчишь Вот почему твои соцсети молчат Вот почему ты деньги купишь для себя И на Бога не тратишь И вообще не приносишь в церковь А если приносишь, то монеты приносишь Я тебе повторяю Иди со своими монетами в торговый центр И повеселись Ты конфетки не купишь на эти центы Ты приносишь их Богу Рожки да ножки Себе приклей, пожалуйста, рожки и ножки И хвостик Еще И бегай по торговому центру Сегодня время измениться Сегодня время прийти к Богу, какой есть И сказать Бог, пусть твоя истина меняет меня Нам нужно изменяться Кто-то думает, я хороший Не хороший ты Ты плохой Как ты ведешь себя Ты плохой Ты не хочешь это слышать Но ты услышишь это Ты можешь быть хорошим Только когда Бог тебя меняет Только когда Божье действует через тебя Потому что добро и зло Они идут вместе Они вместе Это одно дерево Без Бога мы не можем быть хорошими Без Бога мы не можем иметь жизнь Мы говорим О, дорогой Господь Дорогой Иисус Во сколько дорого Он тебе обошелся Во что Он тебе вообще вылился Ты ничего ради Него не потерял Ничего не оставил У тебя как все было на счетах Так все и осталось Как было в твоих соцсетях Все так и осталось Его там нигде нету С чего Он стал дорогим С чего Не обманывайтесь Не обманывайтесь В день восхищения Очень многое большинство Количество людей верующих Может остаться Может остаться И вот это будет Великая скорбь Когда ты поймешь Что ты был верующим Но лицемерным Ты не хотел меняться Ты хотел слышать Только хорошее и ласковое Чтоб ласкало твой слух И ты просто сидел в собрании Смеялся И тебе было классно И чтобы тебе было Вообще всегда классно Послушай Очень много людям Очень многим людям Очень плохо Они ждут тебя Ты думаешь тебе плохо Есть людям которым хуже И они ждут тебя Когда ты придешь И расскажешь И дашь им надежду Ты подаришь им надежду Ты скажешь Что есть живой Бог Такое ощущение Что в жизни Очень многих верующих Бог мертвый Бог мертвый То как они себя позиционируют Даже посмотреть На что они лайки делают Если случайно где-то увидишь Ты понимаешь Что человек вообще За дверями царства Он вообще непонятно где Что он лайкает Что он предпочитает Чего он стесняется А что он не стесняется Думаешь Слушай Позор какой-то вообще Как-то знаете Прямо обидно за Иисуса Он так много для нас сделал А мы его стесняемся А мы до сих пор Не хотим Чтобы кто-то знал Мы говорим Это лично Нет это публично Иди и расскажи Что сотворил с тобой Господь Слово Божье Слово Божье Не возвращается К Богу тщетным Напрасным Оно производит То для чего было посла И я знаю Что даже если один человек Услышав это послание Изменится Слово Божье Было не зря послано Слово Божье Слово Божье